Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Захара Льдоваряга. Получается, по-моему, очень даже и сложно, и необычно, не как всегда, и ничего не ясно. Восьмая серия уже начинается. Не факт вообще, что я тут победю. Я срываю на Гелегамише, 340 науки, и очень сильно грустить начинаю, да, и на остальных тоже. Но в любом случае, начало по ссылке в описании, в прикрепленном комментарии, почему у нас тут так вот это вот все вы узнаете в первой серии. Переходите, смотрите. Спонсоры канала всей серии выйдут сразу. Большое спасибо вам за поддержку, и, в общем-то, давайте продолжать. Лондон взят. Тут осталась фигня, не знаю, может, даже Брэдфорд я и не буду брать, мне только Литц и Престон взять. Потому что, ну, вот это вот эти горы... Смысл. Смысл тут даже стараться как-то лезть. Так, сколько ходов нам осталось? Шесть. И сколько очков? Три. Походу... Походу... Надо постараться в темную эпоху выйти, но... Вряд ли мы сможем в золотой век. Так, священное место... Мы строим тут недостаточно жилья, да? Так как у нас валета, то мы можем за веру покупать всякое. Но у нас... У нас выбор древних стен... Ээээ... В центре города и... Гурдвары. Ну, стены, мне кажется, нету смысла вообще покупать. Вот водяную мельницу в Шеффилде, например. Наверное, можно. Пускай будет. В Бристоле водяная мельница. Ладно, сейчас я вот... Амбар в Лондоне точно хочется купить. Пагоды к мировому влиянию дают. Ну, наверное, мне вряд... Нафиг надо, я лучше дождусь... Ну, в свою религию переконверчу и... Гурдвары построю. В отличие от пятой цивы, если вы одно здание уже построили в священном месте... Ну, вот это последнее... То другое вы уже не сможете. А в пятерке можно было менять... Менять религии. 215 гурдвара. Ну, наверное, следующим ходом куплю. Именно что в Алисуне нам надо быстрее до 7 вырасти. Так, в Нидоросе торговца построили. В Кёльн отправим. И... Чё тут строим? 16 и выше требуется. Все районы, всё... Вы знаете, надо, мне кажется, читать проекты и следовательские гранты. Иначе мы тут очень сильно отстанем. Нам даже гранты не особо много. То есть у нас будет где-то 100... Так, сколько у нас тут? 70. То есть будет 160 науки чисто от этих грантов, которые в столице. Блин, ну чё-то тут грабишь мне. Да, тут у нас идут разборки с варварами ещё. И этот у нас идёт ремонтировать все эти дела. А, подождите, я же его отправлял на камень. Знаете, знаете, что именно в этого отправим? У этого один заряд остался как раз. Он тут ремонтом будет заниматься. Так, вот чьи-то границы. Но я думаю, возможно, это Швеции. Кстати, что-нибудь купить или продать. Ну, 4 золота в ход за 2 ресурса. Не. Так, больше редкие никто. Хорошо. Стратегические лошади, железо. Никто покупать не хочет. Селитру. Селитру хотят, но я не хочу продавать. Так, наверное, как раз селитру надо сначала обработать. Хотя 3 заряда. Не, селитру хочу. Сильно Лондон отваливается. Нормально, минус 4. Потерю, даже не буду пока Виктора пересаживать. Нету смысла апгрейдить берсерков в мушкетёров, как я и говорил в прошлой серии. Это всего лишь... При атаке даже берсерки сильнее, чем мушкетёры. Блин, а как нам... Я вот думаю, куда мне лучше идти сначала. Плод, я вот так выведу, наверное, пока арбалет. Здесь, наверное, сломаю... А, пока нельзя. Надо сломать лошадей, чтобы он не строил ничего. И железо, мне кажется, уже не должно быть у Англии. Хотя мы, конечно... А, вот железо. Но оно не обработано. Мы не видим вот ту территорию, к сожалению. Пускай-то кинуть на помощь этому берсерку пока арбалет. Вот у нас ещё один, который камень может обработать. Вообще тут надо убрать, мне кажется. Тут какой-то я хотел тоже район... Ставить. А, да, вот у нас... Риф, я тут точно хотел... Кампус поставить. Не здесь, тут будет плюс четыре вообще-то, но... Не хочу рядом с вулканом. Пускай лучше плюс три, но зато действующее. Так, осадная тактика и экономика. Я вообще в индустриализацию пойду. Ну, давайте пока прямые паруса открывать. Потому что мне индустриализация нужна. Вдруг мы мушкетёром всё-таки кого-нибудь убьём. Хочется верить. У нас, правда, один. Один только мушкетёр. Нет, ну... Ты надоела вообще. А вот с Людвигом она заключила мир. Ну, главное, чтобы она не заключала с Викторией. Потому что мы... В военном союзе, соответственно... Плюс пять мне даёт, если и Виктория в войне. Катакуин. Логистика, политический курс. Многое тут интересно. Наверное, содержание юнитов на логистику поменяю. Что не так мне золото надо, как перемещение более быстрое. А вот... Треугольная... Нет, наверное, всё-таки оставлю. Оставлю, что тут есть. Так. Выперся стрелец и пикинёр. Ну, проатакую, наверное. Хотя через реку потом он меня обстреляет. Но убить не должен. Проатакую. Так, и давайте реально подведём тогда сюда мушкетёра. Вдруг этого стрельца и пикинёра сможем завалить. Когда... Тут у нас что вообще? Лесопилка? О, 84 науки. А давайте, слушайте, мы тогда прямые паруса следующим ходом откроем. И пофигу уже на то... Я вообще тут останусь пока. Убьёт мушкетёр или нет? Что-то мне все готовы продавать, а у меня никто покупать ничего не хочет. Нам надо реально идти вот в индустриализацию очень важно. Заодно уголь откроем. Так, что это тут за обходные манёвры? Как нам лучше? Если так... Не, вот так, наверное, всё-таки лучше атаковать. Но он может, конечно, сюда зайти и разграбить, блин. Слушайте, а давайте купим в осло стены. Если он зайдёт, то мы хотя бы обстреливать его сможем. Дополнительно из осло. Блин, тут нам строитель достался с шестью зарядами. Приятненько. Я пошёл тут ремонтировать всё, что я разграбил. А нет. Хубилай у нас ещё, ага. Прикол. Так, что у него? 287 ни хрена себе. А что такое хубилая? Я не понял. Шумеры, я хоть понимаю, откуда наука. А хубилая-то что? Я пойму, он китаец, конечно. 42-45. Вау. Сразу на дружбу согласился. Класс. Так, селитру мы не продаём. Лошади и железо никому не нужны. Во! Вот это уже предложение. 25 золота в ход. Я даже, наверное, соглашусь. С Викторией. Тем более мы хорошие дружочки. Так, вот это уже маловато. Так, а у этого купить можно, да. Отлично. Так, 150. Видите, я говорил, 160 будет науки, как мы проекты начнём. Исследовательский грант, если кто не понимает, он каждый ход как бы работает. То есть, он даёт, когда завершается очки великих людей, но науку... То есть, любые проекты генерируют что-либо каждый ход, а не когда он завершается. А очки великих людей, когда завершается. Есть дамба и надо... Семь жителей. Гурдвару тут обязательно покупаем. Три хода до семи жителей. Чтобы мы могли центр коммерции завершить нашу великолепную ромашку. Ммм, собор Василия Блаженного. Ну, я бы, конечно, в Осло строил собор Василия Блаженного. Хм, что ж там туда-то устроить? Остальные чудеса тут как бы нафиг не нужны. Собор Святой Софии. Ну, давайте строители. Просто как раз три хода до семи жителей. Так, мастерскую. Открыли меркантилизм. Перемещение. А, это я уже все поставил. Ну, давайте, наверное, в строительную инженерию. Торговую республику не хочу. Национализм, конечно, тоже было бы круто. А есть у нас никому формальный повод? Я думаю, вряд ли. Мы от всех отстаем. Нам никто ничего не делал. То есть, вряд ли мы национализм ускорим. Хорошо, а сильно ли нам строительная инженерия нужна? К созданию строителей. Чудес. Фермы на лугах и губернаторский титул. Вообще, я бы губернаторский титул взял Пингаля. Наверное, все-таки пошли пока строительную инженерию. Хочется и корпуса уже открыть. Но я не думаю, что меня может... То есть, я боюсь только, что корпуса у Англии появятся. И не вижу никаких вариантов, чтобы она меня обогнала реально с этими корпусами все-таки. Так что... Блин, афига ты тут встал? Блин, вот эти, конечно, открытые границы для компьютера. Не очень. Ну, а Людвиг будет вот это... Свою... За Рамаяну право прохода и 30... Хм... Вообще, возьму. Кстати, надо посмотреть, кто готов шедевры продать. Я бы попокупал. У меня, правда, некуда их, по-моему, запить... Не, есть. Надо эти. Вау, катастрофическая Килиманджаро. Красиво. Красиво. Священное место сгорело в Лондоне. Ну, это, конечно, бог их наказывает за то, что... Это не то, что они не примкнули к... Дао. Все логично. Можно это вот говно отсюда убрать? Он не мешает. Так, ну, я думаю, что больше извержений не будем, так что... Ну, в ближайшее время. Да, я его возьму, кстати, этого торговца. Блин, на послы был. Следующий. Вряд ли мы можем на него... Хотя, может, и начитаем. Дает трех послов в выбранном городе-государстве. Ну, тот нам тоже нужен для центра коммерции в Алисуне. Он, собственно, будет ждать, когда здесь построится Джованни Медичи. Отлично. Блин, и тут разграбил, успел. Блин, да вы прикалываетесь. Что за генерация кораблей конченая? Так, а можно... А, блин, это не варварские кланы. Я хотел заплатить, чтобы они не нападали на меня. А, блин. Ну, ладно. Хотел разграбить лошадей. В итоге оказалось, что их этот... А, награблю все вокруг Престана пока. Вулкан. Так, я же стрелять, наверное, сразу смогу, да? Тогда, наверное, пока не подвожу. Арту хочу и апнуть. Так, подождите. Тут холм. Ну, блин, не хочу сюда просто вставать под... Под район. Наверное, сюда... Все равно три очка перемещения, я смогу выстрелить следующим ходом. Блин, этот киросир, конечно, вот мешается вообще трындец. Так, этот сюда стреляем, сюда стреляем. Надо пока сюда под воду... Подвижу... Под... Подведу, господи. Подвижу. Подвижу я... Яблоньку. В садике. Так, тут у нас есть рабочий, тут есть. Давайте, наверное, какао тогда отправлю обрабатывать. Блин, вообще, уже тут у нас осталось одно очко. А что я за что я получил? За Нидорос и за Великого Человека. Блин, ну я, походу, в нормальный выйду. Я не знаю, 4 хода. Чтоб за 4 хода да не найти одно очко где-то. Не верю. Просто не верю. Я тебе не верю. Нет, 5 золота в ход. Извини, Хубилай. Ты какой-то жмот. Блин, может где-нибудь есть деньги у кого воровать? Пекин. О, в Стокгольм давайте реально отправим. Нашли другой континент. Может мне пока не плавать, чтобы еще другую цивилизацию не встретить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще двоих. Еще двоих я могу встретить. Так, 215 гурдвара стоит, так что негде мне будут купить пока. В Сарцбурге давайте Ставкирку. Восло, конечно же. И знаете, что я даже светилище куплю? Даже, наверное, Ставкирку куплю. Потому что тут Ставкирка должна выдать очень неплохо. Ну-ка. Плюс одно производство для каждого прибрежного ресурса. В этом я что-то не понял. Одно крабы разграблены. Но у меня вот рыба. Видимо, что-то другое имеется в виду под прибрежным ресурсом. Может, ресурс, который на берегу находится? Да еще, по-моему, бред тогда нет. Ладно. Теперь доделаем. Почему он ушкетеров строит? Этот рудник разграблен. Так, спасибо. Этот Кирасир свалил. Блин, что-то не очень Берсерк в тему. Ладно, пока сюда переведу. Вдруг этот район Берсерка обстреляет, а не... А не Бомбарду. Так, 8,6. Но он стал сильнее отваливаться, потому что юниты ушли. Вот, 3,6. Видите, заводишь юнит, но главное, чтобы он сильный был. То есть, современный. Понимаете? И... Лояльность возвращается. И тут стены Возрождения. Да, господи. По-моему, у меня осадная башня только один раз сработала. Мне кажется, лучше бы я строил этих. Катапульт. Да, убиваем, кстати. Так, а вот... А, вот линейный пехотинец... Блин, кстати, а может и зря я... Потому что линейный-то пехотинец сейчас завалит, мне кажется, этого Берсерка. Блин. Не, он поймет, что нет. То есть, пока стены стоят, атаковать нету смысла. А, а чуньки за него не дали 1 очко. Странно, что за воровский клан не дали 1 очко. Людвиг готов нам уголь, кстати, продавать. Слушайте, а давайте купим. Пускай будет на будущее. Сколько у нас можно копить? 43. Вот, что нам китов предлагают. А, ладно, вообще дорого. Думаю, нам же еще уголь надо будет построить. Что-то фабрики, потом угольные. Долговато. Как мне сейчас тратить деньги на то, что мне... Я пока не поплыву открывать территорию пока буду открывать каравеллы. Не хочу других находить. Вдруг получится в темный век. Так, ну давайте здесь собор Василия Блаженного. А, блин, рядом с центром только, черт. Надо вырубить тогда лес сначала. Наверное, вот здесь. Черт, так вот рабочий будет, да? Мы еще можем строить кампус на плюс один. Промышленная зона вообще не наша. Я придет в театрально. Вот промышленная на плюс два. Ну... Надо, наверное, сюда ставить. Так, пожалуй, тут тоже пока строители. Дождемся больше районов. Будем кампус строить. Так, хорошо, что она берсерка атакует. О, тут еще кому-то войну. Вильгельмина, Гильгамеш. О, это здорово. А Гильгамеш Хамурапи тоже здорово. Отлично. Отлично. Теперь Хабилая кто остановит? Хубилая кто остановит? Кто остановит Хубилая? Хубилая. Нет, встаю тут. Пускай врывается. О, не убили мне берсерка. Так, ну я отступлю пока отсюда. Что мне тут лезть? Исследовательские гранты в Нидоросе. Продолжаем, я думаю. Нам осадная башня уже не нужна. Ждем возможности ее проапгрейдить в... Что он тут апается? Вот. В транспортснабжение апается осадная башня. Не знаю, я постою. Просто слежу за этой каравеллой. Так. И, значит, нам надо вот этот лес вырубить. Тут я хочу Кремль... Э, не Кремль, а Соборов Селеблаженного поставить. Ух, красивая тут ромашка в итоге получается. Так, ну два хода и одно очко. Пока держимся. Постоянно спрашивают, почему круче в темный век выходить, чем в нормальный. Потому что нормальный не дает никаких бонусов. А в темном есть карточка, которая, конечно, типа карточка занимает слот. Но там могут быть бонусы. Так, здесь, пожалуй, пока тоже один ход. Почитаем гранты. Пока у нас индустриализация не открылась. Не, ну тут Петру мы не будем строить. Светилище. Поехали, где-то гуртвару мы могли купить. Наверное, в Осло. Купим. Блин, три... С трех сторон. Но пока нам не атакуют бомбарды, все окей. Тут, видимо, надо будет отступить берсеркам. Шосса долится. Ну, летит тяжеловато. Тяжело. Что тут не было тяжеловато вообще? Дополнительные единицы выбранного редко-рисуса дают довольство. Ну, давайте за какао, по-моему, у нас там. Какао у нас немерено. Кофе, кофе. Кофе. Стоимость производства и приобретения снижена 50%. За веру возьму. Но компьютер часто голосует, что снижено за производство. Не то, чтобы мне... Хотя, вообще, было бы не важно и за веру. Давайте попробуем веру протащить. И тут. У меня оба прикольно будут. Конечно, производство круто, но за производство есть... Много чего, что делается только за производство. За веру не так много. Поэтому лучше, чтобы это прошло. Так. Не влияет на у нас янтарь. Мне вообще пофигу, у меня нету янтаря. Ну, снижено за производство. Короче, ничего не прошло из того, что я хотел. Уголь раз. Уголь два. И оба не обработаны. Кайф. Так, ну вообще, главное, чтобы Лондон не отвалился на самом деле. Не хочу его покапать в стрельцов и пикинёров. Ну, убьют так убьют. Не очень меня это беспокоит. О! Это ты хорошо сюда приехал. Мы вас ждали. Так, как это мне тут лучше? Отсюда вроде могу стрелять. А, блин, уже убил этим. Хотел берсерком добить. Блин, откуда-то у Англии и селитра, и лошади, и железо есть. Может быть, она покупает, конечно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Я уже смогу в Тёмный Век всё-таки выйти. Так, индустриализацию открыли. Уголь есть. Будем фабрики строить. При помощи рыцаря построить на своей территории. Давайте пока в экономику идём. Нам реально нужно военного инженера сделать. Так, а где у меня военные лагеря? Только в Бристоле, да? В Бристоле. Покупаем. Нам нужно фарты делать. И нам нужен ещё рыцарь. А, наверное, в Лондоне надо купить реально рыцаря. Так, вот за веру я бы где-то Гурдвару купил сначала. В Бергене. Да. Горинку, смотрите, жилья как раз не хватает, чтобы рос Берген. И рыцаря в Лондоне. Фига тут поломана сколько всего. Вообще, наверное, зря мастерскую надо вот это всё ремонтировать. На военный лагерь. Тем не менее, рыцаря покупаем. Блин, вот линейные пехотинцы — это проблема. За что вы меня все осуждаете? Посольство Хубилая примем. Но союз я с ним делать не буду. Да, вышли всё-таки в тёмный век. Отлично. Паталон сейчас начнёт ещё. Ну, вообще, Англия тоже должна быть. О! Василий у нас ещё Византия. В игре. Продолжение делает правильные дороги. Но крокодные дороги без улучшений. Не знаю, пока не... Вот тёмные эти карточки. Плюс 100% боевого опыта для всех юнитов. Вообще, надо поставить. Но, к сожалению, плюс 4 тогда уйдёт. Блин. Ну, юниты ближнего боя. Ладно. Надо. То есть, намного быстрее опыт получаем. Соответственно, видите, мы можем лечиться тогда. А на бомбарды, например, эти плюс 4 не влияло. Так. Насколько сейчас Лондон стал отваливаться? На минус 22. Да, нам надо сюда Виктора, несомненно, пересадить. Потому что... Не, ну тут вообще влияет только Англия, у которой нормальный век. Слава богу, у соседей ни у кого... Ну, вот у Виктории, но оно не должно вроде... Тут слишком большие города, чтобы Виктория как-то могла на них лояльностью влиять. Так что давайте Виктора пересадим в Лондон. Звали бы его Георгий, да? Он бы мог спеть, я уеду и жить в Лондон. Но это Виктор. Верно минус 14. А... Блин, ну мне надо... Как-то поспешить. Так он с встречным ходом все равно отваливается. Блин. Блин. Ну, вообще нехорошо. Ну, корпусов и не будет у Англии, нет смысла брать. Либо здание промышленной эры, либо новые континенты чуда. Я, по-моему, континентов уже дофига открыл. Пять, шесть даже. Шесть. Не думаю, что... Чудес, конечно, немного, но... Еще реформы денежного обращения, кстати, нормально. Мне кажется, пульс порой у машины лучше. Будет больше очков. Рыбокие. Так, пингалу. Знаете что, давайте на гранты. Или ценителя. Блин, что... Какие там великие люди, ученые. Эйнштейн, лабы. Гранты, давайте. Сейчас мы тут будем сначала фабрики строить. Значит, пять, шесть. Так, вот фабрика в Нидоросе будет влиять. Четыре, пять, шесть. Раз, два, тысячи. Да. На все, кроме Драмена. На все города. Пускай добьет уже, и после этого фабрику строим. Пускай проектик закончится. Так, здесь кампус. Здесь вырубаем и мастерскую, а потом собор Василия Блаженного. Не хочу пока тут лес вырубать. Так, Бристоль начал отваливаться без Виктора. Минус четыре. Блин. А что так? А что так сильно? Подождите, я не могу понять, почему так сильно, если Германия в темном веке тоже, а Англия в нормальном. Просто в нормальном. Ну, большие города, да, лицепрестон. Ну, блин, Шеффилд одиннадцать. Вот Шеффилд не отваливается, а он одиннадцать, да? И он должен влиять на Бристоль тоже. Не, странно. Блин, мы форты не открыли, да? Все-таки после экономики осадную тактику мы форты не можем строить. Блин, что это? что будет минус берсерк я в принципе могу отъехать с ним но мне кажется пускай на него лучше атакуют чтобы от бомбард отвести удар счета еще там лондон отвалится но нам надо нам реально надо лиц сначала взять а потом уже лондон отбивать блин колониализм конечно дает ну блин одна пушка они вот еще у нас арбалетчики кабульские ладно проводим мобилизацию мне бы в пушке выйти как раз нам форты нужны для этого видите слабоватая слабовата способность норвежца потому что нету столько городов государств даже так я не посмотрел что там не но это дешево лошади никому не нужны железо никому не нужно селитру могу продать кстати давайте тут придется вот за это принимать потому что не могу оливки и черепахи следующим ходом национализм открывать я думаю нам корпуса нужно это у меня такое ощущение что у нас лиц не берется слабенько они убили мне еще берсерка к это еще очень хорошо это значит на следующий ход у нас остается может опыт даже будет блин нет не будет жаль чуть-чуть не хватило до опыта сейчас лондон отвалится ну так ну я думаю тут надо брать повышение потому что плюс 10 против районов это важно так теперь надо убить а не получится слушайте блин вот это плохо так и бристоль тут так отвалится блин у меня из-за этого темного века может было надо в нормальный все-таки выходить и не было проблем так и вообще рыцарем кого-то убить бы конечно блин еще пингалу выкинули из недороса ну вы прикалываетесь факт так ладно виктора в бристоль 153 400 296 ну что-то у меня большие сомнения конечно что я смогу да догнать такое но пробуем мышь мышь разбираемся с этим модом новым так фабрика в недоросе строится все верно она будет влиять на все тогда биржу здесь тоже биржу так а что это у нас за апостолы приперлись протестантские надеюсь она не планирует мне обращать города наверно камни оставлю можно будет сюда промышленную зону а сюда кампус ну да я знаю что здесь плюс четыре кампус и тут плюс три но рядом с вулканом не хочу будет плюс четыре за счет того что район еще и ну два района вот этих влиять будут так этот берсерк у нас минус прощаемся с ним 22 хода к веду к обалдеть так но мне тут могут несколько юнитов сейчас убить но несколько ощущение что лиц мы должны взять до принялись за этого берсерка но это должен выстоять я кажется мы сейчас этим ходом должны уже стены убрать полностью и соответственно следующим ходом лиц взять я вот тут вот волнует чтобы в лондоне меня не ну три золота вход за апельсинки чувачок тешит цинги он спасает ты чего вопрос она будет ли надо ли будет брать опыт так значит сначала союз их эти посольства тоже с этим экономически расслаб много бегает караванчиков дальше добьем этого василий готов там нефть продавать но нефть нам не нужны вот редкие ресурсы мы купим ну там еще что-то продают оливки от чудо этого не не показывалась эту ладно не этим ходом опять же я не хочу вход тратить шефилд начал утрачивать я не понимаю ну кстати тут он не утрачивает я не понимаю почему так серьезно это все нет где мы не снимаем мы тут стены тогда уровень возьму оба что убился еще один так но я пока не убиваю да мне надо рыцарем убить вот эту вот этого мушкетера думаю следующим ходом получится это для ускорения военной науки я понимаю что нам надо убивать нанятыми юнитами но к сожалению военную науку надо ускорить так что тут не нанятыми а именно что рыцарем так ну вроде не обращается не надо будет шефилде посижу так что и и и и и и и и и что и и и и и и блин потому что поменять их местами не воли не должны убить ладно стоим тут используем великого торговца ну вообще улетают ребята улетают хотя я отстаю на одну на одну эпоху всего подожди ладно у меня науки вы посмотрите сколько у них науки и и культуры особенно и сколько у меня не ну в ракета строение вряд ли кто-то мог выйти да вряд ли еще ни одной научно они торуга есть так но мне явно вторую надо копить и направлять послов хамурапи может мир мы заключим мне как бы с тобой воевать по листику открываем ну что убьют этого берсерка да а нет блин убили сюда сушными не хватает сил получается город взять они уже принимаются за бомбарды не ну я стены сейчас сниму сто процентов у меня не хватает сил взять город нету юнитов так вот эту бомбарду сейчас я подумаю наверно отведу блин лондон реально к англии прикол конечно а мне бомбарду некуда отводить тогда по городу стреляем минус бомбарды скорее всего линейная пехота очень в тему у англии оказалось чем раньше чем у меня каким-то образом но мне надо пушки открывать сначала и апать блин а я не смогу открыть я пушки возможно следующим ходом уже открою а национализм могу взять только через два хода давайте торговую республику нам и для капера в карточку надо получить но вот это конечно трындец у меня еще и минус мушкетер я не знаю чем не брать город себе по ходу надо стоять ждать а по в пушке мне два хода болисти ну как раз два хода мне надо это все апгрейдить в пушке и лондон придется взять сначала надо отойти вдруг вдруг выживет и и 4839 не ну у них очень круто по науке 409 411 322 по по туризму кстати и люди еще по туризму с кристина офигительно по дипломатии ну по дипломатии нет ну я честно говоря я не знаю мне такое ощущение что это тоже в моде как-то подправлено но я честно графе гею почему у меня так по лояльности начали города отваливаться хотя я понимаю себе там золотой век у кого-то у соседей был но у меня у людвига темный век как и у меня и нормальный век у англии у которой осталось три города я столицу забрал там ну вообще лиц конечно работает сейчас как столица но все равно как-то очень мощно отваливание идет военная наука баллистика так ставкирку здесь гордвару купим универ наверное строим без центра коммерции я думаю в этом городе на 5 юниты на блин я не хочу люди покупать пока у нас корпусов не будет то есть уже корпуса конкретно делать ну что минус вот этот я бы на ниже чем ему убивать да он бомбарду убил мне она 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 убила мне бомбарду но мы сейчас должны этих пикинеров тоже завалить и этими бомбардами лица такую лимске все-таки возьмем мне кажется следующим ходу сейчас ворвусь берсерком сюда не должны вроде убивать ничем пушка не убьет берсерка стен тут нету или вообще можно будет подставить или вообще подставить может этого он стоим мушкетером здесь если чем может им город захватим так дальше врываемся убиваем получаем кстати за это культуру науку и веру блин тут две пушки минус берсерк что ли все равно тапнуться надо на свою территорию надо перейти чтобы арбалеты от ночь блин может вот этот может и у него 55 силы а сила города 62 вот этот чувак не берет короче мне надо подвести чтобы его убили к сожалению тогда чтобы от берсерка берсерка тоже могут убить но у него будет атака 50 хотя блин при мне не хватает силы взять лиц вы представляете просто не хватает реально а чем я пробил не работаю то смотрите сработал на пушку но не работает на прикол это не пробел западает это именно не работает на какие-то о на копье работает странно почему я могу пропустить ход у этой у этого юнита шляться я хочу потом эту территорию обработать так фабрика пошла работать во всех этих городах берген алисун до драма на так не добивает а так до всех кроме драмы на добивает надо будет где-то ну блин сарсбурге не охота драман просто без производства будет сидеть у нас прекрасный план тадж махал так надо строитель еще галу можем вернуть в недорос виктор в бристоле царел что нам предлагали оливки надо купить уже нет как так куда у дедоны делись оливки и чет там еще блин внезапно железо готовы покупать ну продаем а что случилось у нас железо стало вдруг котироваться кто-нибудь в курсе и на уголь я не буду продавать я проверю как он стоит но уголь конечно продавать не стоит так а у меня еще кофе и цитрусовые понятно по дешевке хотят купить скупить апельсинки нет фиг ли вам так пожалуйста не убиваем берсерка пожалуйста мы не берем город факт ну как так бразилия и еще одну кого-то мы еще нет раз два три 4 5 6 7 8 9 и всех встретили ребят и девчата так это нам карточку сейчас на апгрейд надо поставить обязательно эти нам еще и силы не хватает ну с эти сейчас берсерка просто убьют и вот и не хватает скорость я блин я просто поражаюсь я просто поражаюсь с этой игры рыцарю возможно если его не убьют хватит что могу сюда разве зайти аж не могу ой блин так ладно сейчас поставим сначала причем мы ремесленники сейчас заменим или элитные войска блин у нас эти сто процентов опыта я не могу обновить мне постоянно стрелять надо машина это скидку на улучшение ли элитные войска реально заменю и 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 ускорили ну национализм открываем сожалению не появляется не ни с кем возможности формальный повод для войны ну совсем дешево совсем дешево хотят покупать железо за такие деньги продаем конечно удивлен что селитра никому не нужна железу нужно 14 за 11 пожалуй нет о оливки матч он не хочет за вот ну ладно оливки покупаем два золота вход нормально хочу обязательно то есть вообще никак не меняется только за эту цену да а у меня нету не вижу же денег нету утра черепах пока не буду покупать надо театра . совсем у нас с культурой грустно блин я же хотел первый посол и вторую го отправить черт обшибся я еще надеюсь видите с моря подкрасться захватить план еще с моря так а кто-нибудь убила и все не воюют крестина воюют ну 212 472 464 катя у всех как-то армия не очень вот у людвига 2000 слушай людвиг а почему людвиг не хочет англию да забирать ну ступай в войну чё ты как как не родной мышь постоянно с тобой в союзе мышь англосаксы блин лёша людвиги англосаксы давайте наверное торговца военную науку надо открыть тоже и потом уже в самолетике так какие нибудь великих людей германия джеймса вата пропустила а я бы фабрику и мастерскую может взять а еще может выкупить вот этого торговца тоже неплохой но этот походу нам и так выпадет а вот торговца я бы выкупил за веру и следующий ну да мне тут торговец больше нравится так где нибудь еще мы можем гурдвару купить походу нет везде куплено у нас еще вот тут строить до куплено тоже значит везде куплено гурдвара где мы могли ее выкупить мы реально выкупили мне кажется должны опять в героические выйти факт сужден вообще не дает вообще не дает рыцарь должен должен проскочить мне кажется нет это это мало давай начинай ход бразилии уже сразу осуждает ну дай посмотреть так у нас электричество пошло так рыцарь точно добегает теперь вопрос хватит ли мне силы убрать отсюда всю защиту хватило блин рыцарю умирает но это какой-то это бред про так берсерк берсерк добегает да все фу господи слушайте но это какое-то это реально очень тяжело короче с этим модом это просто из-за того что из-за того что даже такая убитая сейчас цивилизация как англия идет более-менее по науке вы видите что происходит да у я на этом закончу серию потому что взятие лица многих нервов месту но эти лондон уже уже типа не отвалится мелану надо забрать самому на самом деле это не проблема и потом престан забирать и мириться с англией все уже никто не должен от минус два с половиной минус шесть она посолить как сильно отваливается минус 20 это будет высаживаться наверное ну ладно это уже в следующей серии как у вас идут дела напишите пожалуйста в комментариях потому что у меня тут конечно очень тяжело и за эти насколько мы мы просто два отставших вот и нидерланды до 138 еще есть ну и можно кристину с бразилией с натяжкой считать но у них 500 культуры и 700 культуры кстати что у них по культурной победе еще а цель я по науке отстаю очень серьезно 1410 ход нашей эры ну мне сейчас надо мне кажется вот после военной науки просто открыть чтобы военные академии были и прямой наводкой в химию идти три юнита линейной пехоты сделать но это апнем берсерков уже химию и компуса максить иначе тут печаль печаль беда но это уже в следующей серии спасибо что смотрите спонсоры канала ее уже могут поискать для всех остальных она выходит завтра играть и в умные игры слава беларуси живи украина всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео